МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Из-за ужесточения режима самоизоляции пасхальные церемонии прошли без прихожан. Слава тебе! Разрушися при чистых рахах, а пасхи уже самоставляет с бенью. Сотрудники Дорсервиса проводят влажную уборку улиц, тротуаров и остановочных павильонов. В этом году больше, потому снега было меньше, снега вообще не было, грязью невыносимо. Администрация проверяет наполненность автобусов в часы пик. Была размещена информация о том, что на 364 маршруте очень большой пассажиропоток. В минувшее воскресенье православные христиане встретили Пасху. Из-за ужесточения режима самоизоляции в храмах и монастырях Московской области с 13 по 19 апреля все богослужения проходили без прихожан. Так случилось и с пасхальной церемонией. Принять в ней участие можно было дистанционно. Прямые трансляции велись и из церквей Ленинского городского округа. В службе же участвовали только священнослужители, сотрудники и волонтеры, чье присутствие необходимо. Сейчас нам Господь попустил в этот период Великого Поста и в эти пасхальные дни побыть дома. Побыть, если церковь это большая церковь, то семья называется Малой Церковью. То есть встретить эту Пасху в Малой Церкви. Многие верующие приняли невозможность посещения пасхальной службы и крестного хода близко к сердцу. Но священнослужители уверены, что сложный период скоро закончится и церковь вновь откроется для прихожан. На самом деле пасхальный период в церкви длится 40 дней после Пасхи. И все пасхальные особенности и приветствия Христос в Воскресе в течение 40 дней мы празднуем. Каждое воскресенье это опять же особые службы и чин богослужения особый. Поэтому в течение этих 40 дней Пасха продолжается. Я надеюсь, что мы за это время успеем уже, ну я надеюсь, что уже и откроют и храмы, и все смогут спокойно помолиться. По информации пресс-службы администрации Ленинского городского округа, трансляции богослужений в ночь на 19 апреля посмотрели более 30 тысяч жителей. Накануне светлого праздника Пасхи общественниками Ленинского городского округа были подготовлены подарки членам общества инвалидов. Волонтерский корпус, который помогает нуждающимся во время режима самоизоляции, сделал очередное доброе дело – закупил куличи для людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди звонят и говорят, нужна помощь, волонтеры, мы будем возить на дом куличи. И возят. И, как говорится, не ожидали, что вот это время показало, что мы все вместе, все готовы помочь, все рядом. Идею поддержали крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь, депутаты, представители администрации, члены общественной и торгово-промышленной палат. Кроме того, инвалиды получили наборы продуктов питания в рамках поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции. За нас очень заботятся об инвалидах, и мы очень довольны. Всем спасибо. Мы благодарим и общество, и торговую палату, и депутатов, кто нам помогает, поддерживает, организовывает. И в чатах мы общаемся тоже, общение идет. Тем, кто не смог сам посетить общество инвалидов, куличи и продукты на дом разнесли волонтеры и социальные работники. Когда я прихожу к ним, мне хочется, чтобы им это было немножечко полегче. Я стараюсь им просто помочь, чтобы жизнь их облегчить, те же лекарства принести, чтобы у них это все было, чтобы продукты у них были, чтобы покушать им было что. В обществе инвалидов ведется учет оказания помощи. Без сомнения, поддержка будет оказана всем членам общества, а их в округе 562 человека. В эти весенние дни сотрудники Дорсервиса проводят влажную уборку улиц, тротуаров и остановочных павильонов. Выступая в роли мойдодыров, они очищают город от накопившейся за зиму грязи. Татьяна Брылова понаблюдала за этим процессом. Ежедневно с 8 утра сотрудники Дорсервиса выезжают на влажную уборку. С помощью поливочных машин проводят помывку всех дорог муниципалитета. После зимнего содержания всегда умоются дороги, муниципальные все. И остановочные павильоны с тротуарами, специальным средством автодоровским. Средство, в состав которого входят шампунь и другие чистящие вещества, помогают справиться с остатками противогололедных реагентов, которых на дороге было высыпано в зимний период огромное количество. Как только потеплело, начали сразу производить данные работы. Ну, уже заканчивается. Ну, я думаю, что еще до мая будем мыть. Дорожный рабочий Владимир Владимиров моет тротуары на улице Старонагорная. Опять же с шампунем, признавая, что простой водой так хорошо всю грязь не отмыть. В прошлом году он тоже был задействован в подобной работе. И ему есть что сравнить. В этом году больше, потому что снега было меньше. Снег вообще не был, грязью невыносимо. В Расторговской части Видного мы застали рабочих, моющих остановочные павильоны. На помывку одного уходит примерно полчаса. Все остановки также промываются специальным моющим средством. Сначала намыливают, а потом смывают чистой водой. После длительного зимнего периода первая весенняя влажная уборка, пожалуй, самая трудозатратная. Последующие уже будут немного проще. Ведь в течение года сотрудники Дорсервиса несколько раз проводят помывку всех остановочных павильонов муниципалитета. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Жителями Ленинского городского округа была озвучена информация о переполненных автобусах в часы пик. В администрации муниципалитета на эту проблему быстро отреагировали и взяли под контроль работу общественного транспорта. В настоящее время администрация Ленинского городского округа проводит проверку загруженности автобусов в утреннее время и соблюдение гражданами социальной дистанции. Связано это с жалобами жителей. Была размещена информация о том, что на 364 маршруте очень большой пассажиропоток. Очень много людей. Тем самым нарушается режим дистанцирования. Это полтора-два метра. Проверка начинается в 7 утра. Часть группы находится на станции Расторгуева, проверяя начало движения 364 маршрута. Другая на остановке поликлиника. Они смотрят количество пассажиров на выезде из города. Их не должно быть больше 22. Пока за время проверки серьезных нарушений обнаружено не было. Пассажиропоток слабый. Очень мало народу едет. Народ в маршрутке располагается в соответствии с нормами. Дистанцируется полтора метра. Та информация, которая была размещена в социальных сетях, я думаю, что это просто редкий случай. Однако граждане продолжают замечать нарушения. Елена Володяева, жительница поселка Развилка, работает в Видновской районной клинической больнице. На работу она ездит к 8 утра. 44-й автобус отменили с 31 марта. Приходится ехать на перекладных двумя автобусами до Домодедовской, а Домодедовской уже сюда до Виднова. Маршрутки полные, просто навсего. Водители к себе. Кто сажает, кто не сажает. Расписание автобусов сейчас оптимизировано. В утреннее время они работают в обычном режиме, чтобы не допускать большого количества людей в салоне. За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники администрации городского округа. Пока поступают жалобы от жителей, мониторинг будет продолжаться. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ С наступлением лета должны начаться работы по реконструкции парка Сосеньки на Жуковском проезде. Проект благоустройства был согласован с жителями близлежащих домов. Находясь на самоизоляции, они с нетерпением ждут, когда смогут прогуляться в обновленном парке. Хорошая продуманная инфраструктура, детские площадки, спортплощадки, сцена для массовых мероприятий и отличная задумка, дорожка развития тактильных ощущений. Парк, мы тебя ждем! И там поставят скейт-парк для молодежи, для всех, кто катается на скейтах, кто катается на самокатах или даже на велосипедах. И это будет очень круто! А еще сценическая площадка для проведения массовых мероприятий и праздников. Чтобы мы могли с вами встречаться, радоваться жизни и просто быть счастливыми. Новый парк Сосеньки будет разделен на зоны для разных социальных групп населения. Места отдыха для пожилых людей, детские площадки, сцена для проведения массовых мероприятий и спортивные площадки для молодежи. Во время строительства все заинтересованные жители смогут контролировать ход проведения работ. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи!